МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа подробного в эфире телеканала 24КЗ. Здравствуйте! 5 февраля истекает крайний срок для вывоза всех химических веществ с территории Сирии. Полное уничтожение смертоносного арсенала должно закончиться к 30 июня этого года. О том, что из себя представляет химическое оружие, поговорим сегодня в программе подробно. Большая советская энциклопедия характеризует химическое оружие как отравляющее вещества и средства их боевого применения, то есть ракеты, артиллерийские снаряды, мины, авиационные бомбы, химические фугасы, ручные химические гранаты и ядовито-дымные шашки. Поражающее действие такого оружия основано на токсичных свойствах химических соединений, которые, находясь в парообразном, жидком или аэрозольном состоянии, могут проникать в организм через органы дыхания, кожные покровы, слизистые оболочки и пищевой тракт. В целом, химическое оружие предназначено для уничтожения живой силы противника, а также может быть использовано для заражения местности. Кроме того, этот вид вооружений способен заражать вооружение противника, его боевую технику и даже различные тыловые объекты. Отравляющие вещества, использующиеся в химическом оружии, разделяют по характеру воздействия на организм человека. В частности, выделяют шесть основных типов отравляющих веществ. Это отравляющие вещества нервно-паралитического, кожно-нарывного и общеядовитого действия, а также удушающие, психохимические и раздражающие вещества. Кроме того, отравляющие вещества делятся на две группы по их боевому назначению. Смертельные, то есть предназначенные для уничтожения живой силы противника, и временно выводящие живую силу из строя. Стоит отметить, что и несмертельные вещества все же могут привести к гибели человека. В частности, во Вьетнаме использование американцами газа Си-Эс в замкнутом пространстве убивало солдат противника. Впервые химическое оружие было применено во время Первой мировой войны. Его использовали все противоборствующие стороны. Впрочем, тогда, даже несмотря на свою смертоносность, химоружие показало малую эффективность. Несовершенство отравляющих веществ вынуждало дожидаться определенных погодных условий. Были случаи, когда наступающая страна страдала от своего же химического оружия, в то время как потери противника были не больше, чем от обычной артподготовки. Последствия химического оружия применялось во множестве военных конфликтов, в том числе во Второй мировой войне, войне во Вьетнаме, Второй чеченской кампании и совсем недавно в ходе гражданской войны Сирии. Стоит отметить, что сейчас войска имеют достаточно эффективную защиту от оружия массового поражения, в том числе и от химических боеприпасов. В этой связи химоружие используется в основном для изнурения и сковывания живой силы противника. Химическое оружие используют не только военные. 20 марта 1995 года последователь секты Аум Синрикё совершили в тайкийском метро теракт с использованием газа зарин. В результате террористической атаки 12 человек погибло, десятки получили отравление. Как выяснили впоследствии, у секты было достаточно газа, чтобы убить 4 миллиона человек. Химическое оружие используют и правоохранительные органы. В частности, для борьбы с беспорядками российские силовики пользуются гранатами с отравляющими веществами, известными в народе как черемуха и дрейф. Одно время получили широкое распространение индивидуальные средства защиты на основе отравляющих веществ слезоточиво-раздражающего действия. Это так называемые газовые баллончики, а также пистолеты и револьверы, способные стрелять газовыми патронами. В целом, применение химического оружия во время боевых действий несколько раз запрещалось различными международными договоренностями. Среди них Гаагская конвенция 1899 года, 23-я статья, которая запрещает применение боеприпасов, единственным предназначением которых является отравление живой силы противника, а также Женевский протокол 1925 года. Кроме того, в 1993 году была подписана конвенция, запрещающая разработку, производство, накопление и применение химического оружия, а также предусматривающая его уничтожение. Тем не менее, не все страны спешат расстаться со своими арсеналами химоружия. Конфликт в Сирии показал, что сегодня оружие массового уничтожения может стать не только источником смерти, но и разменной монетой в переговорах. Это была программа Подробно. До встречи!